Хочу перейти к еще одному виду испытаний Не так часто про это говорится Есть устойчивое выражение Пройти через огонь, воду и медные трубы И если про огонь и воду в принципе понятно А я честно пытался найти расшифровку этого выражения Ну просто это испытание Вот огонь, вода, вот разные испытания То медные трубы, вот это кое-что уже посложнее И то, что в детстве меня всегда удивляло Я-то думал в детстве, что речь идет именно о водопроводных трубах Что нужно протиснуть сквозь них А я всегда представляла себе оркестр, честно говоря А так ведь и есть, медные трубы, то есть оркестр Ну да, но только я подумала, что именно нужно пройти сквозь оркестр Пройти сквозь оркестр, а это сложно Они трубами тебя задевают, там еще барабанщики А я вот всегда у родителей спрашивал И мне, честно говоря, неоднозначный ответ дали Мне сказали иногда, что это испытанием чувствами Испытание чувствами То есть отношения Ну смотри, Петр Тодоровский нам поможет Он говорил, что испытание сытостью иногда труднее испытание бедностью Вот, и испытание медными трубами То есть это когда ты полностью Слава и богатством Ты успешен Ты просто полностью по меркам современного мира Ты успешен У тебя прям все зашибись вообще Вот, почему тогда это считается испытанием? Вот Наташа тоже, кстати, мне кажется, прекрасно может ответить на этот вопрос Была ли ты в таких обстоятельствах, что все есть Вот, все хорошо Почему это испытание? Да, я вообще У меня практически всегда все хорошо Ну вот почему это испытание? Почему? Ну даже не слава, успех Да, давай сейчас просто начнем с комфорта Вот почему комфорт это испытание? Да, я понимаю, в общем-то вопрос И мне кажется, что комфорт И когда у тебя все есть И все хорошо За этим может скрываться серьезная внутренняя пустота И на самом деле А может не скрываться, Наташа? Извини, что перебил В смысле может? Просто принято среди верующих говорить, что Там если у тебя даже все хорошо Там у тебя внутри обязательно Там какое-нибудь беспокойство внутреннее есть А если, ну, нет у тебя беспокойства внутреннего Все у тебя хорошо Обязательно разве у тебя дыра Внутри размером с Бога? Цитата Ну, вообще обязательно Это теологически ты правильно сейчас меня отвечаешь Теологически я тебе правильно отвечаю Не, ну люди могут этого не чувствовать На самом деле люди действительно могут не чувствовать Потому что испытания медными трубами И успехом, комфортом Они, ну, приводят скорее к ожесточению сердца И просто перерастают в какой-то эгоцентризм Эгоизм В отстранение от людей То есть формальное отношение То есть даже дружбу сложно строить Когда у тебя, в общем, все хорошо И ты не хочешь, чтобы лишний раз Кто-то тебя тревожил своими проблемами Потому что, ну, не у всех же все хорошо Зачем как бы с кем-то общаться Кто тебя может испачкать Своим неуспешным существованием, так сказать Ну да, если дальше идти То у всех неспособных людей Там автаназии Там всех коллег То есть оно приводит к внутренней жестокости Мне кажется То есть если это продолжительно длится Человек тоже самоизолируется Как вот в случае с большим горем Человек изолируется в плохом В себе замыкается Так в случае успеха То есть тоже можно самоизолироваться И закрыться от всего мира Только потому что тебе хорошо Тебе комфортно Ты вот в этом мыльном пузыре Этот мыльный пузырь может в итоге лопнуть И человек может не выдержать Какого-то вторжения в свой мир И при этом даже не понимать Что кроме того, как для своего личного комфорта И для себя он не живет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok